здравствуйте друзья этот сюжет посвящен одному из моих друзей я все еще считаю его другом вот несколько неосторожных слов привели к тому что пробежала черная кошка сейчас мы ее попробуем убрать смотрите начало предыстория я в одном из вебинаров сказал обрезка на кольцо это обрезка дебильная также я говорил не раз я всегда добавлял слова дебильная в северных районах а тут вот слова северных я не сказал вот один из лучших садоводов сибири без всякого преувеличения если вы видите вот здесь вот на панно это редчайший случай все фотографии сделаны из его сада это я железу подтверждаю тут же рядом это рынок тут же рядом продают саженцы фотографии все из интернета до едины он единственный последний вот и мы всегда им восхищался в друзья подтвердят 10 15 20 раз по любому поводу я говорил сибири живет тотором последний из магикан последний короче саженцы еще могут спасти сотни семей если купят от этого от травленных фрукта вот это было ты вдруг человек оказался одну достаточно самолюбив а у него же как мы знакомы еще из хордиуму из еще ряд друзей близких и все не делают и все но некоторые делают обрезку до конца вот тогда значит тоторов довел это до логического конца раз железов сказал что обрезка дебильная значит тот этот самый тоторов дебил и курдюмов сам курдюмов дебил ну естественно что я курдюмов давно разобрался а тоторов оказался не в курсе книги наши вообще не читал курдюмов приезжал ко мне прожил у делю неделю неделю яростных споров после этого родилась идея на юге есть проблемы и там вынуждены резать и резать резать потому что выросло дерево радоваться нечего на подробнее пока не буду есть другая тенденция микросаженцы ах не надо на цыпочки вставать это тоже страшная вещь и тогда мы с курдюмов приняли решение делим садоводство на южное и северное на юге можно на севере нельзя и одно бы неосторожное слово дебильные прививки на кольцо и сейчас считаю что дебильные в северных районах вот вот человек обижен надо было как-то сгладить вот значит я на последнем вебинаре как мог попытался это сделать и тоторов сменил тон и мы сейчас с вами посмотрим кусочек ролика его до а потом мой ответ почему вопрос а принципиальный север это как обрезка на концу должна быть исключена мало того я надеюсь что тот который говорит я режу на кольцо вот он никогда теперь не скажет я буду резать дальше до конца может быть повлияет ли на него не знаю почему обрезка до конца дает на некоторое время большие урожаи ранние урожаи а это дает ему возможность выживать другое дело не дай бог как это и я перечисляю эти страшные зимы когда у нас температура подъезжала до 40 лет 2001 год 2005-2006 год за 40 потом значит это когда авария была страшно на сша гэс и выпустили полностью водоем в сен-шуршинской гэс которая служила я называл я называл этим самым хранителем тепла представляете до января до февраля не замерзает посреди сибири и замерзает сен-шуршинская гэс она в горах даже как сегодня я извините что я долго говорю сегодня у нас второе февраля да я не знаю что замерзла ли нет газ достаточно теплая плотина нет и плотина водохранилище достаточно теплая зима но сегодня с утра передали температура красноярске значит минус 7 значит уже резкое потепление у нас еще у нас котловину нас держится у нас минус 17 и минус 25 в томе от ума как раз посреди гор вот и тогда получается следующее вот как как в этих слов в этих условиях можно выживать и делать обрезку на кольцо и делать может несколько лет все хорошо потом можно остаться без сана стоял на этом буду стоять как бы то переведить бы то трудно переведить миллионный человек почему телевизорская академия только на кольцо все академии только на кольцо это самое в сотни тысяч публикаций обрезка на концу делаются резать зимой резать весной резать летом резать осенью все это обрушилась до людей это беззащитные санкции и взрослые деревья вот давайте сейчас после этого так сказать эмоциональной речи вы я включаю в начале ролик несколько минут то трава посвященный мне лично он даже специальную шпаргалку сделал вот а потом мой ответ надеюсь взвешенный так поехали так сюда нет сейчас 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 а вот где надо смотреть есть смотрите заголовок так и называется железом я согласен владимир татаром делаем на выращивание черенков но теперь главной теме я тут записал все это на бумажке фицерон с меня плохой по бумажке прочитаю в этом видео возьму на себя смелость подискутировать валерием константиновичем железовым немного о себе 40 лет занимаюсь садоводством немного выращиваю саженцев на продажу продаю много фруктов на рынке мой сад находится на левом берегу енисея железово направо примерно 10 километров друг от друга замечу что его сад находится ближе к сайнашушинской газ и там возможно даже потеплее ну пусть не теплее но во всяком случае не холоднее чем у меня ну а теперь суть этого спора с моей стороны заранее предвижу нападки почитателей валерий константинович вышедшего у меня вроде бы безобидное видео под названием валерий железов а вам слабо продемонстрировать что-то подобное и мне пришлось заблокировать дух его почитателей они обиделись что я их назвал адептами здесь маленькая справочка от железова значит наши сады считаются лучшими сибири вот я загибаю пальцы в сибири врала латинков тотаров филиппиев железов так и этот самый еще несколько человек рыкалин потом значит бодна вот еще несколько садов людей которых уже с нами нет сожалению вот жестовские и так далее значит как их можно сравнивать вот мой сад мой подчеркиваю сад сгорел это 5 гектаров его сожгли я потерял я рассказывал мне трудно повторять старшую цифру более 1500 уносящих яблок если по сортам десятки сортов яблок десятки сортов груш уникальные абрикосы уникальные вишни уникальные фундуки и прочее прочее вот с тех пор вернувшись на дальше участок я не смог полностью все восстановить уже здоровье это жизнь жизнь позади и тогда вот эти вот шпильки мне очень сложно вот а а железово слабо сейчас я скажу объективно хотя обидно страшно когда все это не учитывается вот давайте сделаем так если брать по качеству плодов по спасли вам лучше саду тоторова какие вопросы я не смотрел там без железа слабо потому что говорят это много неприятный слабый адрес вот раз по грушам значит есть несколько выдающих сортов груш который почти от меня это тоже как мерседесы а у остальных жигули вот но если брать в целом значит лучшие сады здесь я выделяю и тоторова пусть он считает что у него лучше грушевый сад а лучшие грушевые сады это татарова это пледа одинаково это значит чернобаев это железов это мотин кого него отборный удивительный уникальный грушевый сад возможно вот первый вот это я хотел отметить да по абрикосам тут спору нет чей сад лучше это фамилию называть не буду вот и ну естественно по персика в лидера вышел чернобаевну с моими черенками вот моими косточками и так далее вот это все и без всяких обид заметьте я первый сказал тот араб вот а он очень парень дружище ты самолюбив невероятно вот я сто раз об этом говорю и какие могут обиду мать продолжаем это слово это абсолютно не оскорбительное слово можете посмотреть в википедии интернете после длительной после длительной дискуссии с ними я увидел что у них кончаются аргументы и скоро дело дойдет оскорбление поэтому я их блокировал совет от старого этого как его называть то когда называет нет надо не буду их переходить на личности вот совет просто такой любой спор я всегда открываю спор вот таком виде значит когда-то этот самый пример у меня был когда-то этот король эстрады не будучи к вечеру вспомнят и господи как его ударил лицом журналистку которая его задала невидный вопрос через некоторое время его спросили уголовное дело открыли дед еще я еще более популярный стал с этим со смехом сказал этот самый подлец знаете кто такой король эстрады вот так вот я говорю так любые вот споры даже вот такие как здесь и даже вот был спор с моряков который придумал версию что у железов никогда не было персиков россии у этого самого и расчистил таким путем и у бою броского и таким путем расчистил площадку и торговал саженцем направо-налево подставим сотни людей под мертвые саженцы перекуплены так вот даже такая дискуссия хотя сайта всю страну за ведь уже ли заводит песка пока я оправдывался еще больше людей узнали соперники то есть то есть вот эти дискуссии если вести их рамках где говорит что до всех слов один даже приносит пользу вот допустим давай так есть такое слово маркетинг володя маркетинг знаешь что это означает это означает завтра ты скажешь только уже не говори как ты пытаешься сказать что в железо нет персиков вот это вроде набекал а просто скажи а вот песик такой-то что-то тут не то вот и если собираешься персики металла я не знаю есть один у тебя вот или это не обязательно пишите абрикосы сливы и груши вот придраться к чему-то но уже по-доброму а вот тут я с вами не согласен от меня ответ еще ответ ответка основа ответка вот и еще больше людей узнает что и у меня есть чего-то и у вас и чего-то мы же торгаши нам надо заниматься маркетингом все продолжаю вашу эту вещь дальше главное сутта валерия константиновича вышел вебинар номер 269 часть 3 под названием червивая сливы эту тему вкратце он затрагивал на другом вебинаре отвечая на вопрос пользователя женщины про червивые плоды слив валерий константинович утверждает что плодожорка как не сливово относится яблонево и грушево поражает плоды только больных деревьев но здоровые плоды она не полезет ее не будет а больными эти деревья стали из-за того что у них когда-то делалась обрезка на кольцо или вообще какая-то обрезка обрезку на кольцо он считает дебильную у него есть вебинар под названием прекратите делать дебильную обрезку на кольцо если кому интересно то я процитировал дословно название этого вебинара извините я волнуюсь а володя я тоже волнуюсь я от слов дебильная не отказываюсь дебильная в северных регионах сюда я отношу 8-90 процентов современной России всей территории я имею ввиду территории там 1 2 3 климатическая зона ну я исключаю полярное а все остальное это 90 процентов из остального это есть места где абсолютно должна быть исключена обрезка на кольцо спасибо что поправил лишний раз от вас услышал я не знаю на ты или на вы друзья ли мы или уже не друзья вот но лишний раз поговорить пусть еще пусть еще кто там а что такое обрезка а кто сказал что обрезка на кольцо если якобы правильно делать там с небольшим там выступом резать и тогда она заживет сотни раз я слышал заживет я железом говорю не заживет ни одна из этих самых из миллионов ни одна никогда даже в южных регионах но я был вынужден пойти на уступку курдюмову только потому что там кроме обрезок есть еще другие проблемы которые преследуют деревья юг есть юг там там не знаешь что там рай не зря что он мне о курдюмах представляете что он мне рассказывал у нас абрикосы гибнут не дожидаясь урожая у нас персики это самое сгнивают у нас яблони имеют вкус этих самых картошки поверьте это изус суперспециалиста и приехала еще я его угощал полукультурками вот действительно вкус да вкус это вам не картошка так идем дальше вот про гнилые сливы сейчас поговорим тогда вот недавно смотрел очень грамотного известного садовода николая курдюмова а именно его видео под названием чем только не опрыскиваю ничего не помогает все что он говорит абсолютно с ним согласен сошлись во мнениях вот тут слава богу а то мне надоело одному твердить что все это напрасный труд вот и курдюмова так считает и оказывается александрович так считает ну наконец-то это я уже устал от одиночества я сотни раз говорил не бесполезно ищите причину настоящую почему дерево загибается очень грамотный садовод приятно слушать без всяких вызовов без всяких оскорблений в адрес других садоводов это про курдюмова речь там шла про борьбу с плодожоркой какие используют препараты и так далее и я все ждал смотря это видео когда он скажет будут у вас здоровые деревья на которых не было обрезки на кольцо или просто обрезки и не будет у вас плодожорки а ведь у него очень много выпущено трудов по обрезке и на кольцо и просто по обрезке учит делать как это правильно все есть серия книг Володя Владимир Александрович вы отстали от жизни вот есть серия книг на вебинаре я показывал я показывал фотографию раскрытой книги там как раз речь шла о том что садоводство поделили мы на это и цитировал им пол книги это рукопись Железова со всеми моими проклятиями в адрес обрезки на кольцо и на то что мы делим теперь на обрезку на северную и на южную на северную обрезку только в крайних случаях только по страсту необходимости заготовка черенков вот низкоштабовая крона и пожалуй и все вот Володя отстал от жизни значит мой совет тебе говорю всем книги Курдюмова лежат в магазине они сейчас меньшим спросом пользуются у нас есть защитина Валерия мы с ней дружим да вот или по крайней мере слышал о ней ее возле рынка напротив рынка нашего Северногорского ее магазин она торгует семенами лишний раз порекламировать никак не помешает вот и она что сделала продает в книге Курдюмова в книге 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 в книге